донышко у меня это картонная донышко и чтобы она не коробилась видите она прямое абсолютно но я его еще сегодня покрасила она не покоробилась значит то что я сделала я не только брала гофрокартон для этого донышко я взяла еще и переплетный картон переплетный картон значит гофрокартон представьте до 1 слой гофры и переплетные здесь и переплетный здесь толстый переплетные на котором я рисую обычно вот понедельник по понедельникам я как-то даже показывал такой картон и все это склеила все детали мятой бумагой обклеила я это показывала показывала в своем видео отдельном можете посмотреть это видео выходил несколько лет назад так что вот считаю что такие донышки достаточно крепкие и вот то что то что она не коробится это прям здорово значит в такие донышки можно трубочки поместить добавить укрепить разными способами но я буду использовать строительный степлер смотрите степлер я покупала в леруа мерлен фирма декстер значит отдельно я покупала скобы потому что сам степлер идет без скоб скоба вот я честно говоря не засекла по моему 08 один сантиметр тут и 08 вот по высоте то есть смотрите если вы будете степлером работать самое главное вот у скоб есть высота видите да вот это вот вот эти стенки это высота вот здесь вы замеряете вот они обычно по высоте продаются данными нумерации 08 у меня то есть и соответственно вы понимаете что донышко должно быть тоже ну 08 и более потому что если вы будете степлером крепить к донышку вот эти вот ваши трубочки то если она тоненькая у вас вот этот вот эти скобы вот эти вода будут вот отсюда вылезать вот чтобы такого не было вы понимаете так вот сюда вот сюда так закрепили и он готов он готов вот я сюда нажимаю и отсюда идет смотрите теперь вот такой интересный моментик как узнать да как крепится трубочка вот на самом деле я когда стала разбираться потому что я же вам на камеру сейчас буду показывать чтобы мне не криво в кость это сделать потому что на камере это немножко по-другому все смотрите такой момент вот здесь есть видите вот такая штука она как бы защита когда мы с вами скобу крепим на ручку нажимаем вот эта штука уходит да и заместо нее потом выпрыгивает скоба вот эта штука это ориентир я честно извините не знаю как эти все вот эти понятия называются но в общем вы поняли эта штука это ориентир то есть понимаете если вы приставляете трубочку да и вы видите вот на этой штуке у вас вы видите как она должна вот по этой штуке ориентируйтесь на этой штуке будет скоба просто данном месте этой штуки вот почти такой же ширины будет скоба не вот отсюда она у будет выпрыгивать не вот отсюда дальше не вот здесь она будет выпрыгивать она выпрыгивает вот отсюда значит сначала я делаю вот так да немножечко потом вот так и переворачиваю все вот этим вот концом буду крепить причем посмотрю как это все у меня будет наверное вот так сначала то крепить да вот так закрепить то есть я сразу за ламовую да вот у нас заламываю вот так прикладываю то есть вот этот сгиб у меня должен приложиться к моей отметки где у меня должна стойка быть видите вот прикладываю все могу положить что такое так теперь главное мне тоже это видеть что да как тут я приложила так приложила теперь прикладываю степлер вот абсолютно ровненько видите да и когда я складываю видите отметочка и прям трубочки видите как хорошо так держим отлично отлично ну что все да значит вот у нас вот такие стоечки получились связь и и